Сократ после этого согласился, что быть работником полезно и хорошо для человека. А вредное какое-то дело и плохое, это ведь однородные члены, да, здесь Блаберон и Кокон, и Кайто Мэнергадзистай. Агатхон. Что-то какая-то запутанная логика. Когда ты понимаешь все слова, вот тот самый случай. Значит, плохое и вредное дело. И хорошее сделать и то да аргейн, как он. Секунду, смотрите. Тут просто из-за этого нагромождения слов в акузативе мы теряем слова мужского рода. Вот смотрите, вот этот аргон, это в антитезу к эрготес. То есть быть работником можно, мэн, видите, а можно быть арго, ну, ленивым. А быть, тут эйны пропущены еще. Короче, вот это в акузативе мужского рода, прилагательного мужского рода. Быть же, а с другой стороны быть этим, праздным? Да, это вредно. Да, все, все понятно. Да, и дальше снова противопоставление. Работать эргадзистой это хорошо, а аргейн, аргейн это быть, ну, не при делах, да, это плохо. Да. Понятно, да. Дальше. Тусман Агатон, типа Юнтас, те, которые что-то хорошее делают. А, это от эфо, видимо, уже зависит. И говорил, что те, что делают хорошее, что-то делают хорошее, они работают. И что... Господи, эргатас, это опять же тот же самый эргатес. И эти самые люди, так сказать, занятые, они хорошие. Угу. И эти кивуки паунта сейчас. Чебео это... Это в домино, знаете, мужики сидят там, говорю, в домино. То есть те, которые ничего не... Кубики кидают сейчас. Игроки в домино, да. Ну, в кости, да. А те, значит, те, кто играет в кости, или в какой-то, или, ну, что-то другое плохое, практикуют по нору. Кай Эпидзимион. Эпидзимион, видимо, это тоже что-то какое-то. Я бы назвал это предосудительным. То есть дзимея это наказание. Ну, что такое, за что можно исхлопотать? Пьют, например, курят. Ну, да, предосудительное. Предосудительное. Вредное даже, пагубное. Да. Или что-то, значит, плохое или предосудительное делающее, они называются, наверное... Хотя нет, апекалий. Не поточнее, надо апекалий. А, он их называл. Он их называл... Аргус. Бездельными. Бездельниками. Мне кажется, даже не называл, а обзывал, мне кажется, Апукалева. Там нет такого перевода. Сейчас смотрю. Смотрите, я напомню, в чем тут, в чем интрига этого отрывка. По мнению обвинителя, Сократ часто цитировал вот этот стишок Гесиода. То есть, никакое дело не упрек, а вот безделье это упрек. Из чего следовало, что любой человек деятельный, энергичный, якобы в такой интерпретации он хороший человек. Но тогда что же получается? Какой-нибудь негодяй, который делает много, ну, совершает много преступлений часто, каждый день и по многу, он, получается, хороший человек, а бездельник, который ничего плохого не делает, он плохой человек. И Сократ, как пересказывает, его мысли здесь ксенофонд, уточняет, дает определение тому, что такое на самом деле человек деятельный, и то, что такое на самом деле человек ленивый. То есть, он соглашался, соглашался, а когда Сократ, соглашался, что быть деятельным для человека полезно и хорошо, а быть ленивым это полезно и вредно и плохо, и что хороший человек работает, а плохой человек бездействует, он что имел в виду? Он называл при этом, он при этом говорил, что работают те, которые делают добро. То есть, человек, который совершает преступления, он не делает добро, поэтому его нельзя называть, нельзя сказать, что он работает. Вот те, которые Агатхон по юнтости, вот они работают, которые что-то полезное для людей делают. И вот они есть добрые работники, а вот те, которые там кидают кости какие-то или что-то такое дурное предусудительно делают, их он называл бездельниками. То есть, человек, который много раз сыграл в партию в домино в течение дня, он вовсе не деятельный человек. Вот. То есть, он здесь дал определение тому, что на самом деле, то есть, он отталкивается от Гесиода, но дает свое более точное такое аналитическое определение, кто такие бездельники и работяги, да, на самом деле? Да. Да, даже я понял. А лео это клеймить, собственно. О, отлично, клеймит, клеймит их в качестве аргуса, да. Так, Евгений, у вас есть какие-то дополнения. Согласны со всем? Согласен. Что-то вы недовольны, я чувствую по голосу. Нет, нет, нет. Хотите кого-то убить, по-моему. Так. Ну, сколько, значит, немножко прозы, да, и, допустим, четыре, вот, четыре Гомера, да? Так, где тут он архоз, а не хуй-то. Эргон дуден, он и... Эргон дуден он эйдос. Это г sì-то, эргон дуден он эйдос. Это, это г экзаметры или дюстик? Нет, это вроде г сиод эргон-уден он эйдос, а эргение, эргии де он эйдос. Эргон у-ды но эйдос, а эрг... Деонейдус, может быть, он здесь выскажен убедит, да, не знаю. Значит, из вот этих вот рассуждений прямиком, ну, эхуй я выбрел как следует. Ну, пускай, ладно. Я не знаю, на самом деле, если честно, кто субъект этого эхуй, Сократ или какой-то самый... То, наверное. То. И смотрите, эху с наречием. А, ага. Хорошо, тогда, значит, из вот этого было бы правильным. Могло бы быть правильным следующее. Правильно понятым строчка Гесиода, уже ранее процитированная. А именно, что дело... Никакое дело не есть нежелательное, а вот безделье нежелательное. Нет, разве это нежелательно переводится, он и бус? Позорное, что ли? Ну, то, за которое можно упрекнуть, наверное, да? Да, да, да. Порицаемое. Порицаемое. Значит, туда го мэруэ в го категорус палаке саутон леги, готе, готе адзюсеус. Вон тинамэн посилая, кай экса хон андра кихея. Угу. Дай мне гу саэ оке... Как... Как он го с... Дэй ди... 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 Может, там трома? Дай мне гу саэ оке... Как он го с... Дэй ди... Дэй ди... Дэй ди... Где трома? Зачем трома? Ну, не дэй, а дэй и... А зачем? Дай мне гу с... Дай мне гу саэ оке... Как он го... Хос... Дэй... Ну, тут-то две сигмы, они делают эту еюку долгое... Дэй ди... Дэй ди... Нормально. Тут непонятно, почему вот это долгое... Ну... Не важно. Дыхание... Ну, капуста. Как согласно срабатывать. Угу. Ал... 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 Аутос... Тээ... Катэсо... Ай... Аус... Хидре... Лаус... Ммм... Ммм... Так... Ммм... Так... Категорис, да? Гомера... А... И я... Извините, я сразу за Гомеру сейчас... А... Значит... Этот самый... Прокурор... Сказал... Что... Значит... Сократ... А вот он... Цитировал... Часто... Гомера... Вот это место Гомера... Вот это место Гомера... Вот тут Гомера... Вот здесь снова Гомера... Ага... Что... Что... Мол... Одиссей... Ага... Ам... Кихану... Знать... Это глагол Кихану? Да... Встречать... А... Значит... Гонтина, какого бы то ни было, царя или, видимо, выдающегося мужа, ты встречал бы? Когда встречал, я бы сказал, всякие рассказы встречал. Это же аджерватив, да, в прошедшем времени? Да. Дальше смотрите, как интересно. Вот видите, вот это, дайте сотру это, потому что мешает. Вот видите, вот этот глагол с таким суффиксом, с ик, давайте с другим цветом. Ну, итеративный. Да, да, итеративный. То есть, частенько он его... Кстати, очень хорошо ложится на итератив в прошедшем времени, выраженном вот этом кихейе. Он частенько, его, так сказать, систематически, так скажем, вот это делал. Да, удерживал или чего? Удерживал в смысле, даже немножко отчитывал, может быть, да, так сказать. Упрекал, поучал. При этом ласковыми словами. Ну, естественно, царя, никого попало. Став рядом. Да, став рядом, непреходный, да, отгистами причастия в Аоресте, став рядом, как-то его так увещевал, так удерживал, какими-то такими ласковыми эпейсами, словами. А дальше цитата, какими словами, да? Это вакатив, да? Значит, ну, Даймон... Это, конечно, не то, чтобы он называл его бесом каким-нибудь или демоном, а в смысле... Это позитивный эпитет, то есть, о, такой замечательный человек, да? В смысле, божественный. Ну, да, крутой. Значит, не кажется ли тебе... Не кажется ли тебе плохим? И это какая-то форма от Дейду, то есть, бояться? Да, да. Гос это Гутос. Это так, вы видите, с ударением. Так, так, так бояться. То есть, видимо, в смысле, тебе ведь не пристало. Ты же крутой, да? Ты же аристократ Даймони, Басилея, там, все такое. Басилео, да? Ведь тебе не похоже для тебя, то есть, тебе не к лицу, как бы, да? Чтобы ты... То есть, нехорошо, чтобы ты, будучи таким плохим, дурным на вид, может быть, да? Так вот, самое... Проявлял признаки трусости, что ли? Ну, в общем, не бойся. Но сядь сам, и, значит, ну, видимо, удержи, или усади, и другие, ну, и весь остальной народ. Да, и мы привыкли, что хитрио, это означает воздвигать, ну, там, храм какой-нибудь воздвигать, дом построить, да? Но это еще можно ставить людей, ну, как Тассу, наверное, он используется в данном случае. Других людей, а люди, это не просто люди, это дружина, то есть, своих со-однополчан, скажем, да? На которыми ты поставлен в качестве царя или военачальника, да? То есть, он ему что говорил, перестань суетиться, кричать и бояться, да? Успокойся, сядь, и других людей ты уже построи, поставь, посади, да? Веди себя достойно, короче, да? А это к чему, кстати, непонятно? Сейчас узнаем, ладно. Нет, ну, тоже, тоже, видимо, про какую-то, про какую-то лень. Ну, какая же тут лень? Вроде нету никакой. Ну, а давайте дочитаем до конца фрагмент. Дмитрий, готовы тоже, да? Ну, давайте пять, да, сразу, у вас не было прозы. Прошло. Что-то, вот, на едой что-то тут не то пошло, по-моему, немножко. Смотрите. Вон, даудэему, дандра, да, вот так? А дальше куда? Идой, боонта, теферой. Отлично, да, я просто с этим я согласен, да. Да, да, так. Тондескептроэла... А тут, наверное, сокращение в слиянии, что ли? Или что, нет смысла на стыке? Тондескептроэласас... А, да, Алла Саскэн... Омокле... Саскэте Мютхо. Угу, да. Сложно идёт. Даймоні Атри Масэдсо... Гесо, гесо, гесо. Гес Атри Масэсо... Кай Алло Мютхо Накуе. Точно, да. Гесо, 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 гесо. Судаптулемося. Гесо. Ну да. Утриятные сокращения в слиянии. Гесо, гесо. Послание. Утри Потен Балет. Из камня! Ритмьос, ут, пенебулы. Отлично, да. Так, значит, увидев… Опять, смотрите, опять оптатив, то есть, итеративу с прошедшим временем еду, да? Ну да, каждый раз видимо, видимо, да. Каждый раз видя человека из… ну, снова каждый раз видя человека из демо… Вот это я не очень понимаю, а человека из народа? Не знаю. Только смотрите, какая здесь конструкция. Боун-то, да, тут есть ещё. А, да. Какого ещё человека? Это кричащего, что ли? Что кричит, да? Когда он видел, что человек из народа кричит… А, видел, что кричит и… эфэрой. Это хевриско. А, да? И находил он. Ну, может, натыкался, я не знаю, хевриско. Кстати, после хевриско, напоминаю, если вы забыли, то же самое, как после Гурао Акузатилскому протекипиву. Запросто, да? То есть, обнаруживал что? Этот мужик народный. Ну, не знаю, ну, не знаю, что он кричит. Так, я обнаружил… Убеждался, может, он увидел издалека, что мужик кричит, подошёл, убедился, что 10 до мужик кричит из народа. Точно. Безобразно, нехорошо кричать. Не знаю. Тан. Тонски птро эла саски, руму лэ саски. Эла саски, видите? Это итератив… Видите? Итеративус к элауну. А элауну, знаете… Понятно, как мы переводим элауну в анабасисе, но вообще элауну – это ещё гнать лошадей палкой. Даже в Атхэннце есть такое значение, да? Он его… А может, он и вообще бил? Нет такого? Ну, что-то типа того, да, как-то он его… Либо грозил, либо прям бил, да? Чем? Тон с кептро. Этим самым… Не скипетром, а… Ну… Я забыл, как другое есть какое-то слово. Посохом уж? Посохом, да. Значит, грозил посохом и гомолесоске… Гомоклесо, гомоклео. Да, это тоже итератив, да? Видите, сэка, сэка, да? Этот суффикс. И как-то… Бронить, смотрите. Его побронило, побронило, так сказать. Поругивал, да? Каким-то рассказом. Ну, может быть… Словом? Да, я думаю, словом просто. Хиазм. Хиазм, да, кстати. Хиазм, действительно. По краям у нас два инструмента… Палкой он его лупил, а… Словом… Ну, видимо, крепким словом, да? Он его материл. Такого… Крикуна, да? Хотя, мне кажется, Одиссей сам, в общем-то, когда надо, мог покричать, в общем… Он такой, в общем, разносторонняя личность. Так… Так, и дальше… Акуэ. Ну ладно. Интересно, Акуэ – это просто… Здесь… Акуэ только, Акуэ. Акуэ. А это… А это Мютхос пошёл. Мютхос, видите, опять вакатив. О, божественный… Ну, это иронично, наверное. Эй, ты божественный… Болтун… Эээ… Крикун, да? Выслушай… Выслушай… Эээ… Слово… Других. Да. То есть подумай, да? Подумай. В нем ли советом, наверное, да? Имеется в виду, да? Чужих других людей, да? Угу. Да. А… Интересно, вот это… Эс… Ну, Атримас – это… Это что-то… Это от слова, собственно… Трема, вероятно? То есть… Эээ… Точно. Нет… Это… Это… Как бы не дрожный, не дрожный, не дрожащий. То есть, не… Без дрожи. Ну, смотрите, у нас же есть глагол, по-моему, такой. Вот, смотрите, трему, да? Дрожать. Латинский тоже есть. Тремо. Тремо. А трему – это не… Не трусливый. Без дрожи. Не, ну, а что мы гадаем, почему вы не смотрите в Солдаре? Просто смотрите в Солдаре. А, подождите, это вообще на речи, извините. Спокойно. Ну, без дрожи, да, правильно. Спокойно. Спокойно, товарищ. Гесо. А Гесо – то же самое, что Катхесо. Только, конечно, в прозе вы такое не увидите. Я думаю, такое Гесо, Катхесо увидите. А у Гамеры и Катхесо, и Гесо, ну, это одно и то же. Сядь, садись. Спокойно садись. Я просто хотел сказать, что… Вот вы сказали про тремо, а я смотрю же в словаре, и там сказано просто внимательно, точно выслушай. Есть такое значение. Fixedly precise или accurate. В смысле, не без дрожи, выслушать, что я на тебя посохом замахиваюсь, а типа вот выслушай как бы внимательно. Нет такого не может быть? Вот именно от ремос, да? Да. Ну, это где? Литл Скотти, говорите? Ну, да, есть такой. Ну, а какой там автор указан? Плутарх. Ну, Плутарх. Это, наверное, из сочинения о том, как слушать поэзию, да? Какой-то хет сэм, сэм плу и сэм какой-то. Сейчас я посмотрю сам. Атримас. Да нет тут никакого Плутарха. А где в конце? Нету Плутарха. Я смотрел Атрима. А, Атрим. Ну, подождите, другое слово. Я думаю, они взаимозаменяемые. А, да, 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 да. Это, видимо, это биография Фемистокола. Это из параллельных жизнеописаний. Ну, какая разница? Ну, слушайте, ну, это по контексту всё, да? Ну, хотите переводиться? Как вы хотите переводиться? Точно слушаете или ещё? Не, подождите. Тут гэсо, гэсо. Сядь спокойно. Да, я согласен. Садись спокойно. Садись спокойно. Вот смотрите, гэстанэ, да, тут ещё с гистами. Стань спокойно, сядь спокойно, приляг спокойно. В общем, успокойся, короче. Дело не в том, что встань или сядь, а в смысле, ну, спокойно. И слушай слово других людей, более спокойных, благоразумных, наверное, да? Да. А вот сказано, каких, кстати, дальше? Сказано, каких людей? Которые Фертерой. Угу. Сэо. Знаете, похоже на аббревиатуру английскую, этот... Сэо – это председатель совета директоров, что ли, да? Ну, короче, директора. А, ну, это Chief Executive Officer. Да, Chief Executive Officer. Executive Officer. Но Сэо у Гомер – это Су. Это просто генитив, не слитный, да? И это, я думаю, что Comparationis, которые тебя смелее. Ну, да, которые более такие, может быть. Не то, что смелее, может быть, лучше умеет тебя в руках держать, а может и смелее. Ну, или сильнее, или смелее, не знаю. Да. Фертеров – это самый... Ну, ладно, самый сильнее, чем ты, да. Храбрее, чем ты. Так, а ты же... Дэм, дэм, дэнау кис, утэ, пот, анпулемо, антримос, ут, эни. А, видимо, всё-таки булэ – это глагол здесь. Не-не-не-не-не, не булэ. Тут нету глагола. Эй, если бы тут был глагол, был бы эй. Ты есть, как бы... Ты есть кто? Апто, лимос, кай, а, на мать как много а, да? Ты же есть... Не... Какой? Ну, не воен... Не во... Не во... Не во... Не во... Не вояк. Не вояк. Не бояк. Не бояк. Ты не бояк, короче. Не бояк. Слабенький такой, без... Без силы. Угу. Вот. И... В войне, когда бы то ни было, ты не... Ну, то есть не являешься... Анарит... 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 Нет, не... Энаритм... Энаритм... Какое-то число, видимо. Ну, хорошо. Но тебя не принимают в расчёт, что ли? Вот что-то такое. Ну, я не знаю. Ты... Не в числе тех, кто... Хорошо себя проявляет на войне, и... На... В буле, то есть в собрании, ты тоже, как бы там... Не в почёте, что ли? Не знаю. Угу. Никогда. Кстати, смотрите, как интересно написано, да? Вот это потэ с отрицанием означает, получается, употэ. Хотя тут стоит тэ, но это не важно. Получается употэ, а это употэ, это никогда. То есть ты никогда не в первых рядах ни на войне, ни в буле. И ни в буле. Ни там, ни сям. Интересно, а эту диктическую йоту он добавил специально? Там же эн полимо, да? И ни в буле. Не-не, это не диктическая йота, по-моему. Это йота такая ради размера, по-моему. Она не диктическая. Просто ут... Ут... Эн полимо, энаритм... Ут... Эн... Ну, как вот? Вот если уберёте йоту, то что получится? Эн буле? Эн булы? Ему нужна йота. Ему просто нужна йота, потому что ему нужен здесь дактиль. Ну да, ему нужен короткий слот. А не ям какой-нибудь, который получился бы, да. Угу. Так, эээ... Идём дальше. Евгений, у вас нет? Нечего добавить? Нет. Вы не поняли, кстати, зачем он цитирует это? Ну, давайте вы прочитайте, может, дальше, да? Может, мы поймём? До сюда, да? Угу. Угу. Эн... Эээ... 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 полагал да что нужно что самого такого человека что ли ведь он полагал что нужно тайна выдай не хотите перевести нужно нужно что нужно бить себя самого а себя с вот этот отрывок из гомера это не про то что нужно быть строгим другим людям и нотации считать а нужно самого себя бить ну может быть не буквально бить а вот стражи строже к себе относиться своего тона видимо тогда а может и бить зачем себя пробить я не очень понимаю ну наверное просто в кавычках бить а как все ну да ну давайте дальше да сейчас дмитрий да а лэфэ дэнтус мэте логу мэтерго о фильмус онтас мэте стратеума ти мэте полей мэте авто то дэмот эти дэй ой буэт хэн хэканус а лоз теан прос тутокай трасэйс оси ось оси панта тропун колюэст хай кампанию пулусиои тюнханусин онтэс но он говорил что филимус это может быть это помогающие словом или ну да наверное да что не помогающие точнее что не помогающие ни словом ни делом секунду секунду туз еще есть до атрибутивно те которые не помогают ни словом и делом да они не должны быть он тасс ведь правильно после эфа как-то страна он тасс нет это же туз относится контас вообще-то однако он говорил что те которые да я являются не являются не полезными ни словом ни делом кому никому да что они не должны не быть а вы не доперевели логическое подлежащие он говорил что нужно чтобы те которые не являются ни на слове не делал полезными ник не не для войсками для города не для а это все тоже продолжение всего этот понятно значит мне ни словом ни делом не помогающие не войску не городу не а собственно дэму не самому дэму одни самому народу да то они не способны и помочь будет хэйк и канус да это как да и нос легенда они не как если компетентные чтобы помогать вот не способны да просто-напросто помогать и перейти если кто-то нужно я даю что-то нужно есть какая-то ситуация кризисная да так а ластен просто тутов кайк раз сейс оси что-то тратат раз это смелый а и что они а если растут то и что если они они вдобавок к этому еще и смелые чтение не складывается вместе дерзкие ну что дерзкие можно смелые ну то есть здесь негативном смысле скорее да значит кроме того аллах если они кроме этого еще и будут возможно здесь футурале сейчас пока не пойму если они еще и дерзкие панта тропам колю с хайки всяким способом задерживаю евгений подождите потом скажет ладно он поделился все мучаемся так то эти колюска это какой залог вот вопрос медиа лили или или может быть им ну как бы мешать может быть и пассив ну скажу спасибо что сказуем и тогда просто дмитрий понимаешь и сказано или не мешает не движет это колюин было бы значит им всяким всяким способом мешать не подождите какой залог то колюска это сказуем и правильно сказал залог другой пассивный то есть им кто-то мешает либо медиальный либо они сами себе мешают да панта тропа вся всяким способом мне кажется не сами не сами себе давайте подождите пускай так и значит если они очень богатые окажутся и это конец предложения так еще раз где здесь мысли то а то есть они не помогут видимо или наоборот помогут смотрите а помогут все таки они способны помочь если они достаточно дерзкие к тому же вот детскими кажется лучше да а как вы а лус ты перевели вот это вдобавок а еще у вас нет того словаря которые советуют кроме того но еще в частности в частности и в частности но особый случай да если они плюс к этому еще являются какими-то видимо дерзкими почему тут конъюнктив я ну потому что там он в случае если ну и что все вместе это значит а но здесь тогда тогда и тратилась да в каком времени вы полностью называете и еще времени да если они оказываются сейчас еще и наглыми до какими-то что ли или а может быть обмазим и правда и забыли что а им следует что они должны я думал что сказка что здесь логическое сказуемо это будет будет хэйн сначала вспомнил самую забыл что я устаю в конце однако он сказал что те которые ни словом ни делом не являются полезными ни войску ни городу не на не самому народу детей я помогу за можно я закончу не сбили однако он сказал что те которые не полезны ни словом ни делом те которые не являют не ни словом ни делом ни для войска ни для города ни самого города и не а нет это все вот это досюда вообще-то говоря еще подлежащие евгений вы как-то я вас в третий раз уже прошу не сбивать меня слышите не сбивайте иначе я вас отчислю двойку поставлю не мешайте другим нету в том числе даже если вы поняли кто-то мне кажется что вот досюда продолжается подлежащие логическое однако что те которые ни словом ни делом не являются такими делами полезными ни для войска ни для города и не способны ими помогать если нужно даже самому народу вот конец логического подлежащего теперь вступает дело день про которую мы напрочь забыли нужно а дальше мы должны решить это медиа или пассив но вряд ли на наглые люди если а если к тому же они еще являются наглыми вряд ли а наглые люди будут сами себя тормозить тогда им мешать то нужно любыми способом их поставить им прибор до того колюска да особенно если они пока еще и богаты так евгений теперь вы как поняли так и будет ну легко уговорить когда мы перевели так ну понимаете каждый человек который участвует семинарах ему хочет самому перевести понимаете ну крайне лучше преподаватель там подскажет а когда другой подсказываются ну это как бы по моему хорошо давай сейчас вы до алла сократа с геттон антия тут он фонарос нкой демотикос кайфилантропос он давать пока давай но сократ значит противоположность этим вещам явно и ну в общем патриотичен и филантропич тут маленький комментарий может не все помнят вот это выражение по моему именно особенно ксенофон любят фонарос ну как бы информально до прилагательное но она с с глаголом быть работа как файном и то есть получается что это файном и с предикативным причастием глагола быть он и вы правильно переда что он явно был как вы сказали диматики диматичный как какой-то третичным и филантропичным думать и патриотичным да ну на как бы за народ за народно пускай народный депутат так какие нас горпал полус и пить и питью мэттас кай остуская ксенус лабон это старая песня когда он постоянно повторяет про сократа здесь опять он ее завел значит но он ведь он ведь он значит как-то приняв взяв лабон многих многих последователей и из числа горожан и из числа гостей да а глагола эпид хюмео это те которые страстно видимо желали ну общаться с сократом последователи до горожан и чужаков взяв аж взяв взяв ученики на но видимо до никогда никакой платы за общение не практиковал но не взимал но со всеми значит ну в общем простодушным без 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 зависти и так далее и парки этой парке а ну помогал да значит вот это странно тонн и улту из своих всем и свой я понял уделял то есть значение уделял в общем давал давал из 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 видимости но сейчас дотяните нос есть такое ксенофон то есть уделял им из собственных видимом благ и богатства не особо не было богатства не было и возле его знания были вообще в токуму на твое спорта посмотрим паркингам скорее временем делился да наверно и знание он же был по бедным ну кстати говорят что не настолько что ну вот по этим самым папа по военным штукам то есть он 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 принадлежал тому разряду войск когда воевал который соответствует вполне себе крепкой середине городской то есть он бедняком он там не был ну не ван гог тоже не было знаете про ван гога что ван гог никогда не носил свой мольберт сам вот сезан сам носил хотя он был богатым человек а у ван гог был слуга ему было лень носить тяжело же спина болит он платил какую-то монетку каждый день мальчику носил то есть таком же смысле был бедным да то есть просто не особо зажиточным так все таки чёрт чему чем уже он делился чем своим ну это могли быть и знание и и булка и если нужно там ваня по сути собой даже можно сказать да а вот авт хонос может быть щедро а не простодушным как-то перевели потому что там простодушно но беззавистно но это же щедро получается обильно обильно вот то есть он не считал тебе один пять минут а тебе 7 он все отдавал вот такой сократ так ну что дальше что-то дмитрия и хантин с микро меры пары кейну про и колобонт с плутой с алой с эпоху и полун каюк с энхо спиро кейнас дима текой но из гормой эхо синхрома ты деданной деданной ук эдхилон диалегисткой а те видим что которые взяли у него от него то бесплатно микро меры то есть маленькую долю до это плевались на мир ну ну я даже не знаю не по небо небольшие небольшие части какие то я не знаю что здесь меры пока не очень понимаю немного что-то от него взяли и дальше глагол и полун это поле о какой-то и просто поле о пробовать до продавать они другим остальным инструментом а до остальным продавали полу много замок нет задор битом а много да это генетивы спрете это еще раз чтобы понять значит если они какие-то что-то от него какие-то небольшие вещи какие-то сувениры допустим но я не знаю что то еще немножко от него получали нет не немножко бесплатно пройка нет а вот микро меры а то есть они кто-то от него какие-то но допустим он дал ему там пакет гречки у вас ностальгия да мы им пошли нет делать у нас она есть тоже вот ну допустим отдал его что-то недорогое гречка и дешевая вот то они получали от него что-то небольшое к тому же бесплатно и это они остальным за дом до продавали аня ну да но то есть я просто я я протестую против того чтобы считать что он придавал им какую-то ерунду типа гречки он продавал им ценные вещи очень ценные ну например обучал их добродетели или умению рассуждать но у него видимо очень так было много учеников что каждому маленький кусочек этого доставался они эти лоскутки маленькие получены бесплатно от своего великого его сократа продавали за гигантские деньги потом учили людей там не знаю ораторскому искусству наверно такому не то есть это духовные скорее вещи но но чем он учил их диалектики ну да и добродетели особенно у согласно ксенофонту наверно добродетели а согласно платону больше может быть и диалектики да и и они не были как он ну на такие народолюбивые демотикос они за себя были за себя зарабатывали просто на себя ну да вот так это из гормой эхуси храм это дитону значит ук это хелон видимо это они не хотели разговаривать с теми кто не имели денег дать ну короче платить да и бесплатно разговаривал с утра до вечера со всеми так евгений да давайте аласа крат из гкай просто салус антропус космонте поле и пары и поломал он или касты лаки дайму не он оса намастас и петута гиган и но сократ ведь и остальным людям предоставил порядок для государства для города гораздо больше чем значит лиха с и теперь странно видимо городу вот идем лаки даймон скому государство спартан который стал знаменитым из-за этого часть это да за это стал знаменитым до за это петута перфекты от гигнума так о чем тут мысль сократ раздавал и дарил даже не только тем кто с ним общался но вообще всему человечеству как бы подарил свои свои мысли сокровища своей мысли порядок для государства а косвенно ну да и он начали более наделяет сократ и его спартана филе я видимо было просто афинофобии хорошо вам так давайте дмитрий дакола да чтобы было потом поделим еще ли хас менгарт айс гимна под той дым пай диас tuss и педе мум тоь Porogy дай молчан ацедей монек цен оцм дэпherед дпп recommend the socrates какой-то чувак дали хас вот далеки дверкины и петли ман их а значит и их а ведь их а и деппинеце деппинеца что деппинеца я не педе еще не очень мало что что такое гимнопедия это как любовь к юмманам но этим юношам что ли мы ведутся знаете композитор такой есть которые как шутят музыку для лифтов писал у него есть гипнопедия звали то ну лет сто назад он жил сати что сати на усатия гипнопедия а это гимн гипнопайдея ежегодний летний праздник спарте видите там были пляски гимнастические состязания у их их спартанец да да но в общем деппинеца это развлекать за завтрак за обедом они не угощать ли это я забыл точно угощать наверно почему развлекать угощать едой бесплатно да то есть лиф он ведь 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 них он угощал за угощал едой эпидемун тасс это это те кто видимо пришли из лакедемона нет почему из гостей а ксенус да угощал гостей которые пришли в лакедемон во время вот этих праздников празднеств этих то есть бесплатно бесплатно просто угощал и кормил да а сократ же депан то стубе ну как бы всю свою жизнь туда панон свои сейчас значит депана узнать ну тратить до тратина тратя все свои деньги он помогал это imperfecto филей а всем желающим ну-ка и больше не деньги я думаю что не деньги вот это амиго статар это самое ценное то есть свою как бы душу свои знания до самым большим помогал то есть видимо то что ценится больше чем деньги то есть для него самым то есть не жалел в общем самое ценное что не было тем самым помогая помогал всем желающим так и не почитайте одно потом еще до был тивус гарпо ёнтус сингену минус а п пункт значит видимо от отправлял отсылал ну в общем отпускал отпускал от себя общавшихся с ним делая их лучше все уходили от него лучше чем приходили вот молодец так а извините и моменты сократ остаются он и доки темы с аксиус иный ты более малым это нату кайката тус но мус дс капон антис тут и урой значит вот такой вот вот такой вот сократ мне-то кажется достойным значит достойным славы уважение почетом а больше больше кажется достойным почета от города чем смерти достойным только в городе на я думаю что это как бы скорее скорее что-то вроде аукториса да мне кажется это почесть в городе то есть почетный гражданином просто я не виду что что это самое что было бы предпочтительнее если бы город отплатил бы сократу не увядающей славой они смертным приговором что-то такое да это смысл то понятие от и мой зависит от доки о да да мне это кажется конечно что сократ поскольку он тут такой вот как я сейчас описал замечательный что он скорее достоин почести чем смерти со стороны города ну да но пускай стороны города на не согласен ну ладно и дальше и ведь значит ну и ведь как бы с перспективы законов по законам рассмотрев то угодно пришел бы к такому выводу ну то есть нашел бы так ну да и по законам как бы изучая ситуацию да кто-то мог бы это найти смысле вот это да то что еще сказал да так дмитрий это гортус номус и антис фонарос ген этой клептон и лупу лупу дютон и балансе там он и той хорюс и хорюхон и андро пудит за минус и и россию он тут айс тхана тхана тос и стинге дземне в общем короче видимо какие-то пред преступления перечисляются и согласно законам вот таким вот наказа это я к концу же предложения таким то вот наказанием есть смерть таким вот наказание есть смерть а каким которые если кто ну фонарос ген этой клептон как бы об на быть будет обнаружен как это воруя сейчас скажу по-русски который будет увлечен в воровстве вот даст гены такая риск ума используется да можно сказать ну да я да явно явно пойман с поличным заворостом да ну 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 может быть нет фонарос ген этой то есть очевидно станет что он очевидно что он вор там вот этот лупу дю люб лупу дютон наверное и огромные слова еще это 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 тема который ворует одежду и балансе от там его наверно и огромные слова еще это 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 темно резать это видим кошельки тут у срезовый но этот карманник да да который срезает до кошельки той хор видимо это алюса да прокапывает что там и раньше преступления были странно сейчас за такую жду на миссажер не кажется копаясь а пусть который под подкопал проходным короче этот а взломом это это способом это способ такой был оказывается влезть в жир до понятного еще мы андропо дидзоминос это может быть какой-нибудь убийца нет мне кажется это кто-то обращает людей в рабство ну ворует киднеппингом занимается от этот химан шахики на и вот самое страшное видимо да то что за за что вроде бы то в чем кажется обвинили видимо нет осквернил якобы гермы да тут речь идет о воровстве на каких-то священных премьерах тот кто обворовал храм так пожалуйста евгений да он и кейна спонтан антроп он плейстон а пейхан аламент поле геут и полему как 8 банта суд и стасова суд и прода сея суд и алу как у донос попыта айтиоса гену а сейчас а поехали а поехал ну а сейчас сейчас а по хусте нос удерживая от всех этих от всех этих людей сократ и кейнас значит ну так сказать отделялся отличался больше всего ну я вам слабо был был максимально далек да но ведь городу для ну для для города не никогда ну потому что там отрицание потом опыты никогда айти вот нет войска не конец никогда не становился виновником не войны как-то неудачно идущий как бы ага неудачно идущий не мятежа не предательство случившийся ауэрис да сидите на немитяжа про дедовят про дедами дальше да не предательство никакого-то другого зла никогда не стоялся виновным точно дмитрий у демен идея геудена попуты антропом утэга агатхон апестерсен утэкакой спи ебален алудэ айти антон эйременон у дэнас попутай эсхэ а и в частных возможно делах ах и в ни одного из людей когда бы то ни было а а и из дам агатон может быть из какого-то добра он никогда не пистерсен то есть а по пусты ру а пусты ру ну в смысле вот ничего он этого никогда не взял не украл а и так же то есть в смысле не по то есть ты же у людей не крал хоть сказать что а вот здесь есть кстати и отказываться что-то дать то есть не отказывал скорее всего вот что что он и не отказывал никому и не лишал но там там прямое дополнение никакого из людей никогда а там стену ста значит не угни у кого и людей он никогда не забрал никакого добра дать и нати нос то есть ничего да так ну ценного доброго хорошего какого цену да он в частной жизни ник никого никого не не от не не отнял ни разу и не перебалу да и к плохим возможно ли но и искать с плохими людьми не не вступал не вконтакте какие не но это как-то додумали и не перебалу это быть окруженным или общаться с кем-то или быть окруженным так вот здесь это у нас что аурист давайте посмотрим с дативом да перебалу не вот смотрите вот сразу вейсман дает очень удобно тена как ойс тут надо у дына наверно надо еще раз добавить не и никого еще раз у дына не ввергал в беды да там искали тинати нос тинати нос это это апостерео да а это кино тени и никого не кидал в беды нефти не ввергал в какой си да она к с х не но видимо не имел да никакой вины той раменом у дынас опыта рмену это от от леку до сказка выше как бы сказано выше упомянут ничего из визу из вышесказанного никакой у него вины из вышесказан по имени ламни как у вины ни в чем из вышесказан ну там всякая под подкопа там воровство детей и прочее и в гадости так и знаю у нас время закончилось а до главы осталось один абзац до конца закончим или вас еще минут 10 ну да давайте да прочитаем давайте евгений вы можете евгений да ну давайте сейчас вашу очередь то кстати длинное предложение сейчас будет послан он и на хус и это графе ва сантимент ума но мидзин ты узкос антаграфы и геграпту он росин терапевант усталу смолиста пантан антропан антидетудия в тэрэн тус неус вот его граф сами на салтон и театру фонаросэн тонн синонтон тус панарас эпидемия сэхунта стутан мэн пауан тэсдэ калис тэс кэйми галу припес татэс аритес э полис тэкай ой кой эо ой куси про трэп он эпитемейн значит как стало быть у меня словарь умирает сейчас я показываю подлежащий когда как он и как он оказался как бы подверженным этому доносу только как он может быть как он может соответствовать тому что на него наклеить наклепали в доносе где доносом где сократ разные общие люди описаны в доносе в реальности он который да вместо он который вместо того чтобы не почитать богов ну как якобы да как это якобы как как доносе на написано было уже написано в плюском перфекте файна мой да как бы да с очевидностью уважал богов больше всех остальных людей ну больше всех людей но вместо того чтобы расклевать юношей значит что написавший в чем как бы написавший его обвинил так какое то время но тут есть аугмент и вторичное окончание это ну я думаю что это видимо тоже плюс кон перфект поскольку там был до этого или имперфект там и игрок то и может быть и здесь тоже айти аумы да по моему это просто плюс в смысле обычный где глагол то по моему нет по моему тут нет по-другому было бы немного сейчас я подумаю тут был по укороче на одну букву сейчас это просто интерфект который вместо того чтобы начать расслевать юношка в чем обвинил его написавший донос явно был нет был тем кто да кто ну как бы останавливал то бишь как бы избавлял тех кто с ним общался от вредных желаний да ну то есть то точнее так тут видимо генитивус абсолют ас нет сейчас вот я понял тех тех из тех то есть ним общался у кого были плохие желания он от них избавлял но он как бы запрещал может сказать повода их ставил ставим прибоны и этим дурным их вожделением да так сказать то есть тут тут первый тут первое туз это не спины 1 и 5 мест это на самом деле успех он туз да то есть тех кто имел плохие желания из тех кто с ним общался вот а то он и тут он это одно это уточнение одного и того же или это разные нет тут он это 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 же эпидемии да это женский род тут это фенера сен явно мэн пау он причастие предикативно явно он тормозил что ли да почти что запрещал темы своих конфидентов ну то учеников до которые туз имели дурные вожделения он в этих самых вожделениях им говорил стоп нельзя да тут он по обращал про трэп он их желать и 5 main значит прекраснейший и самый преподобнейший добродетели преподобнейший это как-то слишком да великолепнейший прекраснейший отличнейший может быть добродетель какая-то наилучшая да значит который видимо с помощью которой хорошо живут и дома и города по лесу домохозяйства да не дома домах семьи короче домохозяйства и все их побуждает желать вот этой добродетели нет подождите и пить умейт пропрепан как буждая их вот такое и но хотеть до такого края так и сказал алия после расслышал знаете вот здесь по моему может быть и вот здесь по моему одинаково будет выглядеть и вот здесь вот и перфекты но здесь наверно плюс к вам перфект я думаю для симметрии да ну что дмитрий вы читаете да да то это депратон посу мигал из аксиос пенки тимес т полей и вот это вот делая как он мог быть недостоин великой славы полиса в полисе ну или в полисе либо как предлагает евгений со стороны полиса добыть удостоен со стороны города то есть афин да ну все спасибо мы дочитали мы потом еще прочитаем самый самый конец последнюю главку последней книги наверное всей группы уже там маленькой маленький фрагмент все спасибо большое акачет чего-то чего в следующий раз через неделю чего читаем я хочу критона читать вы не против это про язык критон нет это про последний не сократа в тюрьме перед смертью ладно дмитрий как вы думаете да я не против хорошо хороший диалог я учитал он простой такой литературный все он достигает отлично спасибо вам до свидания поздоравливает